Передвижная приёмная разместилась в стенах школы номер 17. Всего пообщаться с чиновниками предварительно записались два десятка жителей Кузнецка. Приём ввели начальник управления по работе с обращениями гражданной организации Пензенского правительства Николай Гудожников, министр труда, демографии и социальной политики региона Елена Столярова, сотрудники областного министерства здравоохранения, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Кузнечаны интересовали вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, обеспечения инвалидов лекарственными препаратами, проблемы улучшения жилищных условий и другие. Я обратилась к Николаю Егоровичу Гудожникову с просьбой, вот по глупости в это самое, вступила в общество потребительского возрождения, внесла денежки, даже материнские 15 тысяч. Больших-то денег нету, и там и небольшие деньги, но прошу, чтобы вернули. А это общество обанкротилось, и денежки нам не отдают ничего. И поэтому хлопачу-хлопачу, и по всем судам, ничего пока без денег нет. Но я думаю, Гудожников должен помочь. Он пообещал, да и вообще сейчас вот к вице этого губернатора вышли на связь. Может быть, даст Бог поможет. У кузнечанки Изиды Волковой другая проблема. Несколько лет назад её семья переехала из Узбекистана и так и не смогла решить жилищный вопрос. Обратилась женщина, которая имеет статус вынужденного переселенца ещё с 90-х годов, по поводу изменения очерёдности её на получение федеральной выплаты на улучшение жилищных условий. Ещё одна женщина обратилась тоже с просьбой о возможности получения федеральной награды. Но ходатайство даёт коллектив, и это решение коллектива. Если коллектив ходатайствует, обращается в региональный Минздрав, а региональный Минздрав уже обращается в федеральный Минздрав, но по согласованию с руководителями субъекта Российской Федерации сегодня такой порядок установлен на федеральном уровне. Всем обратившимся в передвижную приёмную были даны консультации, а выполнение принятых в этот день решений поставлено на контроль.